Всем здорова, ребята, всем здорова, девчата. Я решил начать это видео именно с этого ракурса, потому что, посмотрите, на вот эту одоробную, эту тварную, эту гадость, посмотрите, которая ко мне сегодня пришла давненько. Ребяточки, давненько не было таких огромных посылок. А это всё, кстати, по вашим заявкам, потому что в данной посылке огромная куча товаров по 10 баксов прямиком из Китая, ребята, прямиком. Фу, это будет жёстко, ребята. Я вас очень прошу, поддержите Букреева лайком, потому что это док, это я док, это огненный контент. Ребяточки, поддержите лайком, это для меня действительно важно. Если мы соберём 15 тысяч лайков, я увижу, что вам это по кайфу и буду тоже заказывать, может быть, там куча товаров за 5 долларов, куча товаров за 15 долларов, за 10, за один там. Ну, короче, будем эту рубрику продолжать, поэтому поддержите лайком Букреева. Короче, погнали открывать этого монстра, я расскажу, что это, откуда. Боже, здесь на самом деле очень много всего, поэтому будет весело и интересно, а не один какой-то там товар, да. И, короче, усаживайтесь поудобнее, чаёк, кофеёк, коньячок, там, что кому надо, что кому требуется. А мы сейчас вот эту одорогу, сейчас мы её перевернём, сейчас она... Ой, ёпт твою ж, налево. Вот это, вот это тварюка, вот это тварь настаётся, тварь настаётся её. Ребятки, меня там, наверное, не особо хорошо видно, если что, я в эту камеру тоже буду наклоняться, обращаться, пока мы откроем, посмотрим. В общем, что это вообще такое, ребята? Это посылка, на самом деле, прямиком из Китая, как я вам уже сказал, это не Салиэкспресс. Сейчас, ребята, это сервис Miss China, Miss China Shop. Это сервис, который помогает нам выкупить, короче, товары напрямую в Таобао и так далее. Потому что Алиэкспресс, на самом деле, со своей бесплатной доставкой, это всё надувало вам, мы это знаем, ребята, да. Потому что доставка там включена в стоимость товара, конечно же. А всё, что находится в этой коробке, куплено у китайцев напрямую на их внутренних площадках. И Miss China Shop, и Miss China помогает в этом. Я, кстати, заказывал через Miss China Shop велосипед себе электрособирал. Я заказывал баночки, мне там нужны были для серьёзного бизнеса, для серьёзного дела. Так, открываем. Ух ты, ёшкин матрёшкин. Смотрите, товары в Китае на Таобао намного дешевле, это факт. Потому что они для внутренних китайского рынка. И напрямую вы их, ну, просто никак не закажете. Так вот, Miss China в этом и помогает. Я снимал подробное видео уже про этот сервис. Я не буду прям долго рассказывать, как это работает, кратко скажу. Так, открываем. То есть, ой-ёй-ёй-ёй, Pantela Pase. Вот она, Miss China. Вот, о, Оля. А я знаю, а я знаю ей. Она дуже хорошая. Вот, вот такая вот визиточка, пожалуйста. Можно рассказать своим друзьям. Ну, я вообще своим друзьям и рассказываю подписчикам. Я вам чуть позже скажу. Ё-моё, обалдеть. Ребята, вот это будет веселуха. Усаживайтесь по вдовле. Сейчас я наклоню, я хочу вам это показать. Опа, смотри. Смотри, какая коробка, смотри. Вот тут очень много подарков всяких интересных. Слушайте, ну, я, конечно, на столе её, наверное, не оставлю. Давайте я её вниз спущу. Начну открывать коробочки. И будем смотреть. Это мне очень нравится. Это из аниме. Это из аниме. Это анимешники мне прислали. Блин, у меня тут комнатка маленькая с этой посылкой. Развернуться не могу. Фух. Я из комнаты, походу, ребят. Я здесь, я здесь. Я из комнаты не выйду, походу, пока эту посылку полностью не открою. Фух. Ну, что, ребята, миедзаки погнали. Унесённые ветром, ребята. Вот такое добро. Посмотрите. Я, кстати, цены точно на каждый товар назвать не буду. Если что, я все ссылки оставлю под видео. Там где-то 10 долларов плюс-минус. Но, опять же, учтите, что это цена за товар. Потому что доставка считается отдельно. Там есть, ребяточки, свои тарифы. Я вам могу вот сказать вкратце. Вот, в Украину такие тарифы. 14 долларов килограмм. Это авиадоставка. Естественно, авиа будет быстрее. Логично. Поездом, ребята, доставка. Я, кстати, заказывал свои баночки поездом 6,9 долларов килограмм. Естественно, дольше. Но цена, конечно, менее кусается. И с недавнего времени появилось ещё морем 6,9, короче. Но в любом случае выходит дешевле. Потому что на Алиэкспресс всю эту доставку в товар запихивают. Да, просто товар как бы дороже. На Таобал, когда заходишь, там товары действительно... Ну, ты в шоке. Ты в шоке. Потому что китайцы продают китайцам. Намного это всё дешевле. Но учтите, что можно самостоятельно выкупать, да? То есть на Таобал зарегистрироваться, самостоятельно покупать. Ну, короче, в инструкции я показывал. А можно на Miss China Shop. То есть они сами за вас всё это дело выкупят. Слушайте, смотрим, что у нас здесь выглядит. Эта штука, честно, очень... Ух ты, ё-моё, она хавает. Слушайте, я, честно, я уже даже подзабыл. Подзабыл, что это такое. Смотри, она жрёт, смотри. Честно, это сейчас в данный момент действительно похоже на копилочку, да? То есть это такая своего рода копилочка. Да, это так и есть. Ребята, слушайте, ну, честно, для человека, который фан этого мультика, такую штуку вообще заказать не стыдно и подарить. Потому что, да, она полностью пластиковая, но выглядит очень даже неплохо. Тут и зубки как бы есть, и тарелочка, да? Всё это дело закидывается. Мы сейчас подключим батарейку, глянем, как это смотрится. Слушайте, класс. Давайте под... Ой, блин, правда, вот здесь отверточка. Очень не люблю, когда батарейный отсек на отверточке. Ну, давайте, ребята, попробуем. То есть ты вот кладёшь, видите, оно должно почувствовать, что легла какая-то монетка и зажрать её. Кайф вообще, ещё с заводской коробочкой. Так, ну что, монстр готов, батарейки я включил, всё включил. Ребят, буду показывать в эту камеру вот таким образом, да? Чтобы вам было лучше видно. Смотрите, у меня монеточки нету под рукой. Ну, какая-то штука штативная. Мы сейчас посмотрим, проглотит он её или нет. Ну, чуть-чуть веса не хватило. Опа. Опа. Ля, тварь. Ля, не влезла, не влезла. Ля, не влезла. Тихо, тихо, братан, тихо. Слушай, ну это достаточно помпезно, ещё в конце отрыган. Слушай, ну для фанов это... Оно выглядит неплохо. Да, я сказал уже, что оно фулл пластик, да? Ну, прям это забавно. Реально, прям вот такой китайский трешнячок. Погнали дальше. Кстати, отверточка была в комплекте. Я как дебил раскручивал ножиком. Так, погнали дальше. Я просто окунаю сюда свою руку и беру первое, что мне попадается. Смотрите, кстати, завернули даже в отдельный пакетик товар, чтобы с ним ничего не случилось. И эта штука мини-клинер. То есть это мини-очиститель воздуха, который работает от USB. Кстати, китайцы любят такую тему вообще. Своё рабочее как бы пространство обезопасить. У них много мини-углажнителей и мини-всякой такой штуковины. Так, ребята, открываем. Воу-воу, тихо, тихо, тихо. Как я уже понял, он со встроенным внутренним аккумулятором. То есть нам даже не понадобится шнурочек для теста. Вот таким образом он выглядит. Опачки. Слушайте, это не мини-очиститель воздуха. Это мини-пылесос. Слушайте, ребят, честно, я даже не подозреваю, что им можно очищать. Вот действительно. То есть это на каких-то поверхностях, я не знаю, может быть, диван им попробовать по пылесосе. Слушайте, ну мы сейчас, конечно, протестим где-нибудь на диване, да. Попробуем, как это работает. Видите, здесь есть щёточки. И ты его включаешь, и он начинает, опа, да. То есть это как пылесос работает. О, можно персика попробовать, кстати, почесать такой штуковиной. И посмотреть, много ли с него будет шерсти. Так, здесь у нас внутри, смотрите, да, вот такая просто сеточка. И как бы больше ничего, да. Ну, короче, ребят, давайте тестить. Что тут говорить, ребят? Давайте тестить. Вот здесь опачки, всё это достаточно легко устанавливается. Раз, и всё, пылик работает. Кстати, дует он прям, ну, хорошенечко так, да. То есть всасывает здесь, отсюда воздух. Погнали тестить. Так, ребята, наш друг готов к тестированию. Давайте, ну, вот, понимаете, есть, да, всякая грязючка на диване, она есть. Мы включаем, здесь щёточка, здесь дует что-то. И вот так сейчас попротираем этой штуковиной. Кстати, визуально я вижу, вроде бы шерсть убирается. Вот, смотрите, есть. Я вот так провожу пару раз, и вроде бы её действительно становится меньше. Но мы потом, когда вскроем, посмотрим, что внутри. Кстати, она может быть просто здесь заделена. Да, здесь, кстати, тоже большая часть всяких шерстинок, волосинок задерживается. Ну, такое, конечно, обычным пылесосом с насадкой для мебели это всё гораздо быстрее и гораздо проще. Кстати, посмотрите, какие у меня носки крутые. В данный момент на мне одеты. С Новым Годом, кстати, да? Вчера был, да? Телепозавчера. Ну, короче, честно, на первое впечатление, ну, это достаточно трудоёмкий процесс. Вот такой маленькой штукой что-то здесь натирать, что-то убирать. В общем, давайте я сейчас ещё поиложу пару минуток и покажу вам. Что будет внутри этой штуки. Ну, здесь волосики всякие задерживаются вроде бы. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Опа-на. Ну, при... Эй-эй-эй-эй-эй, всё поразлеталось. Короче, на самом деле что-то дособирает. Какую-то пылючку, какую-то шерстинку. Но это всё достаточно трудоёмкий как бы процесс, да? И если у вас есть пылесос, ну, насадка для пылесоса для мебели, это, конечно же, всё происходит в десятки раз быстрее. Но в целом, как бы, штука работает. Если нужна не какую-то небольшую поверхность, да, по элозе, там, стульчик ваш любимый или что-то в этом роде, то, в принципе, как бы норм. Но я бы пользовался пылесосом обычным. Так, окунаем ручоночку свою, смотрим, что у нас будет дальше. Я беру то, что ко мне получается поближе. Открываем, смотрим. Опа, слушайте, ребята, во-первых, продавец положил пакетик, видите? То есть, ребята смещайно всё это дело сохраняют вам, слушайте. Очень плотный, кстати. Непонятно для чего, видимо, для этой же штуки, да, чтобы вам было, типа, приятнее её подарить. Мне, кстати, очень вызывает подозрение, влезет ли она в этот пакет. Слушайте, ну это прям очень мило. Вам с Алиэкспресс прям подарочный пакет когда-нибудь слали или нет? Так, а ну-ка пробуем. Он должна вообще, по идее, опа, ребят, посмотрите, ну кайф же, а? Кайф китайцы, эх, мои солнышки, молодцы, молодцы, не прогадали. Так, смотрим, что это у нас. Слушайте, ребята, это, короче, термос, который будет сверху нам показывать температуру. Посмотрите, то есть сейчас он там, как, да, 18 градусов, да, показывает, что внутри. Опача, слушайте, вот это очень прикольная штука. То есть ты можешь понять, что у тебя там, какая у тебя там температура. Во-первых. Во-вторых, смотрите, здесь есть ситечка. Ситечка такое. Кстати, а ну-ка. Нет, только пружинка внутри. Все стеклышки остались целые. Скорее всего здесь, хотя бы не во всех же термосах, да, стекла между стенками. Так, слушайте, ну все красиво, ничего не тарахтит. Есть сеточка для чая. Это просто супер. Так что давайте попробуем отправиться, собственно. Кстати, а как здесь, меняется батарейка какая-то или нет? Или от чего эта штука работает, совершенно, кстати, непонятно. Потому что я не вижу, как можно сменить аккумулятор, как сюда подлезть. То есть, посмотрите, она прямо летая, эта штуковина абсолютно, да. Вот это, скорее всего, термодатчик. В общем, ребяточки, давайте сюда что-нибудь зальем и проверим, как это работает. Так, ребяточки, все готово для теста. Наливаем здесь, кстати, не кипяточек, но нам для теста и не важно. У нас термос, да, так набрали. У нас здесь есть контрольный измеритель. Это вот такой бьертермометр, обожаю его. Замеряем температуру воды, видим, что у нас здесь. Ну там 76 градусов, да, 77 плюс-минус. Теперь закрываем нашу крышку, которая у нас определяет температуру внутреннего напитка. Так, эх, неудобно одной рукой. Так, ну жидкости как бы не касается, да. Ну давайте, может быть, перевернем. Перевернем, да, чтобы быстрее это все дело сработало. И посмотрим, что нам термометр наш покажет. Эээ, 42 градуса. Ну давайте подождем. Давайте немножечко подождем, 45 градусов. Может быть, он сейчас и поднаберет температуру. Может быть, нужно просто подождать. Так, прошло минут 5 времени. Так, смотрим, 67 градусов показывает. Ну, 66-67. В принципе, как бы могли какие-то теплопотери произойти. И температура могла понизиться. Давайте теперь затестим термометром. Будут ли совпадать показания, так как говорится. Так, замеряем. И что у нас показывает термометр? Ну, 73-74-75. Ну, как бы такое, знаете. Вы сможете понять, горячо как бы или нет. В целом, с помощью вот этой штуковины, да. То есть, вы поймете, горячо или нет. Ну, а зачем вообще такая прям важная информация вот на этом дисплее? Для чего она вообще в целом нужна? Вот я пытаюсь понять. Вот реально просто бы понять, что стоит ли эту жидкость в себя заливать. Ну, опять же, я сейчас посмотрю, 60 градусов. Мой язык восприимчив для такой температуры. Достаточно, нормально. Не обожжется. Начинаю пить, и там 70. Ну, это уже как бы достаточно опасно, ребята. Ну, смотрите сами, конечно. Слушайте, прямо жаришка от такой посылки, ребят. Давайте смотреть, что у нас дальше есть. И, походу, это очень серьезный колпачок для Букреева. Колпак, ребята. Подъехал серьезный просто колпак. Это, получается, курица у меня на голове. Серьезно, что ли? Боже мой. Ааа, китайцы, мне жопа. Жопа даже можно здесь распознать куриную. Е-мое. Не, подождите, можно-то у меня что-то не то с фантазией, ребята. Подождите. У-у-у, хороший видос будет. Хороший. Слушайте, сейчас я включу сюда батарейки, нужно, да, добавить. Сюда можно добавить батарейки. Я просто пониже наклонился, чтобы вы видели эту курицу. И мы с вами затестим, как это работает. Так, ребятки, ну что, вы готовы? Сейчас я, короче, запускаю. Запускаю. Здесь есть кнопочка, кстати. Ее нужно вот обнаружить. Там вообще есть наклейка, конечно. Вы поняли? I have a pen. I have an apple. Пика-пикассус, ребят, я не знаю, эту штуку даже просто продавать жалко, мне кажется, честно. Она, наверное, в букстор не пойдет, она просто останется. У меня, чтобы, когда ко мне приходили гости, чтобы я их пугать, прикиньте, на вечеринке такой выходишь, аааа, и включаешь корицу. Она начинает лапами болтать такая. А, тут несколько кнопок разной мелодии, ребят. Она танцует ногами. Смотри, смотри, она под разной мелодией танцует. Эти тоже, что ли, шевелятся? А, нет, кажется, понимаете? Эти крылышки, кажется, тоже шевелятся. Ребят, мне кажется, что такой видос точно заслуживает лайка. Это... Пошла жара по трубам. Короче, разный музон, разные дергания лапками. Это просто... Я такой... Короче, ловите бонусный танец, ребята. Слушайте, мне это уже начинает нравиться. Достаем следующую посылку. Я, честно, я уже даже не знаю, что здесь может быть. Я вижу авокадо. Я просто давно заказывал, уже позабывал, что там. Ооо, ребята, это авокадо Powerbank. Сто процентов. Да, 4000 мАч. Посмотрите. Кстати, не очень как-то внутряночка, да, вот прорисована как под авокадо цвет, да? Согласитесь. Но на ощупь он обалденный. Во-первых, он металлический, да? То есть он прямо холодит руку. Ох ты, смотрите, здесь еще эта штуковина, она светит. Да? То есть я не знаю, будет ли видно на камере. Вот, смотрите. Опа, желточек подсвечивает. Сейчас я его выключу. Вы увидите, да? Слушайте, ну на самом деле достаточно модно, достаточно мило. В комплекте, конечно же, будет шнурок для зарядки. Сто процентов. Слушайте, классно. Очень миленькое авокадо. Только, естественно, я бы внутряночку чуть-чуть цвет поменял. Вообще столько милых вещей сегодня, столько забавных и крутых вещей. Там как зайдешь порыться на Таобао, как на мисс-шоп зайдешь порыться, ребята, ох, там веселуха конкретная начинается. И смотрите, еще все в фирменной коробочке отлично, да? То есть доезжает. Кто знает, откуда доезжает. Отлично. Такой пауэрбанк на подарок любой девчонке зайдет, которая любит авокадо. Слушайте, достаю посылку, которая дополнительно еще запакована. Это, скорее всего, упаковка еще китайского продавца, когда он отправляет посылку по Китаю. Блин, хорошо, что есть такие фирмы, да? Чтоб напрямую у китайцев заказать то, что, опа, то, что они продают друг другу. Так, ребяточки, смотрим. Короче, это у нас Ghost Color Changing Moog, да? Ну, короче, вы поняли, чашка, которая меняется и становится просто нереально гадостной. Ну, это, в принципе, вещи как бы не уникальные, но мы с вами, конечно, давайте затестим, потому что это именно под Хэллоуин под какой-нибудь бы подошло. Но сейчас уже немножко, конечно, от Хэллоуина поздновато. Так, сейчас китайцы скоро будут на празднички уходить, так что, ребята, будьте внимательны, смотрите расписание, что там когда работает. Короче, погнали, кипяточком зальем, посмотрим, что оно из себя представляет. Так, ну что, ребята, сейчас вы будете наблюдать прямо магию вне Хогвартса. Да, пожалуйста, я вам покажу, как это работает. Кипяточку, кипяточку налываемо. Ось. Да, теперь чекаемо. На самом деле, я надеюсь, что эта штука реально не 10 баксов стоит так гораздо... Ух, лё, пошло добро. Пошло добро. Потому что такие термочашки, ну, можно и дешевле, чем 10 долларов, мне кажется, у нас найти. Смотрите, вообще прикольно, кстати. Вообще достаточно качественно. И достаточно жутковатая кружка. Смотрите, здесь даже плавает что-то. Кишуки плавают, получается. Вот. Ну и здесь какой-то призрак. Призрак, получается, прячется. Вот так это работает. Там у китайцев каникулы солидные. Там из Алиэкспресс будут долго отправлять. Ну, короче, ребята, вы обратите на это внимание. Я инфу по выкупу товаров и по китайским праздникам я под видео тоже оставлю. Так, и беру что-то следующее. Вот это, кстати, не очень выгодно было заказывать, скорее всего, столба. Потому что эта штуковина действительно тяжелая. Но, возможно, здесь что-то ценное. Смотрите, достаточно симпатичная текстура. Фокус будет сегодня, интересно? Фокус, ты где? Симпатичная такая текстурка, да? Смотрите, открываем эту коробочку. Здесь что-то очень увесистое. Конечно, бухрей вверх ногами открывает. Открываем. Опа, здесь еще поролоночка. Здесь еще хэппи-тэ-тэ-тэ-дэй. Какая-то прям открыточка. Опа-на. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Ребята, попав с... Ё-моё. А что надо срубить? Короче, ребята, это секретная шкатулка, понимаете? И вот, посмотрите, свои любимые хэны отгадывают. Потому что здесь, как бы, да, I love you, да, типа, слово. И этот сердечник должен достаться, да? Все это должно разобраться. И там должно быть какой-нибудь... Какая-нибудь штуковина, может быть, колечко и так далее. Честно, не могу сказать, что она прямо обалденного качества. Где-то я здесь видел небольшую погрешность на пластике. Я не знаю, видите, да, немножечко отколота вот здесь вот. Но в целом она прям такая штуковина, очень-очень увесистая. Есть в разных цветах. Она, кстати, почему-то, почему-то сейчас она стоит дороже, да, Чем мы ее брали. Но мне кажется, что этот продавец что-то намутил. Должна подешеветь. Так, I love you. Честно, не очень хорошо фиксируется вот здесь. Что-то оно такое разболтанное, ребята. Ну, короче. Она должна открыться. У меня все слезло. I love you. Короче, ну вы поняли, ребята. Она должна вскрыться. Там совсем небольшой отсек внутри. Не работает. Слушайте, ну смотрится она солидно. Действительно, если вы кому-то такую штуку подарите, это будет очень даже солидно. В любом случае, ее здесь можно разобрать, да. То есть вы вот эту штуку откручиваете, да. То есть, ну игра игрой. А если вы что-то махали там спрячете и заглючат. Прикиньте, как будет сложно отламывать. То есть здесь есть вот такие болтики. Все это можно разобрать. Если что, но опять же, зато не будет так весело и прикольно. Можно побаловаться, но не могу сказать, что мне прям вот супер нравится вот качество сборки. Вот не фиксируются эти штуки. Как-то вот сложно прямо попасть в них. И это, наверное, дороговато будет заказывать, потому что штуковина тяжеленная. Так, погнали дальше. Я хочу черную коробку. Ребят, посмотрите, как китайцы, как китайцы для китайцев пакуют. Вам с Алиэкспресс приходили подарочки вот такого вида, а? Ребята, посмотрите, с золотом просто прикрепили. Ну кайф же, реально приятно открывать. Открываешь, опачки, и смотришь, что здесь такое. О-о-о, ребята, вот это, эта бумажечка выпала. Вот это темка. Так, сейчас, сейчас бук. О, пошло добро. Слушайте, ну ничего себе, для такой вещички прям такая коробка. Кстати, черный, это пауэр, это как он назывался? Не пауэрбол. Ребят, напишите в комментах, я забыл, как эта штука называлась. Она когда-то была в моем детстве оригинальная, безумно дорогая. Но, естественно, все пользовались китайцами. Это такой кистевой тренажер, ребят, вы поняли? О, пошло добро. Пошло. И вот вам нужно его вот так вот раскручивать и держать. Пошло добро. Есть они, кстати, бывают со счетчиками, со скоростью там, с временем. Они бывают разные. Опа. Погнало колесо. Кстати, здесь практически нет вибраций, когда это вот держишь. Смотрите, вот я его зажимаю. Ух, пошло добро. Отжал. И вот таким образом берешь лапкой и накручиваешь, и накручиваешь. Не, нормальная, кстати, вещь. Он хорошо работает, мне нравится. Так, потушить его. Все, потушили. Слушайте, неплохо. И просто упаковочный какой-то материал. Обалдеть просто. Китайцы. Это прям какой-то подарок на день рождения. Ну, смотрится действительно красиво. И черная коробка. И черная какая-то... А, это сено, типа, можно сюда высыпать, поняли? И кому-то потом подарить, если вам нужно. Слушайте, ну, очень мило. Не нужно гайсать, не нужно бегать искать подарок. Китайцы уже все подготовили. Смотрите, красота. Красота, ребят. Так, кисть потренировали. Смотрим, что у нас дальше. Беру какую-то рандомную китайскую штуковину. И смотрю, ребята, а это у нас гибкая клавиатура. Посмотрите, в каком тумбусе она пришла. Просто. Такую клаву можно везде с собой взять. Так, это прям как клава Кока. Это тоже можно взять везде. Ха! Шутка за 300. Клавиатурка небольшая. Смотрите, она действительно небольшая, красненькая. Но, опять же, места она занимает тоже достаточно мало. Слушайте, интересно, есть ли я ее... Без русской, кстати, к сожалению, раскладки, да? Хорошо, что не с китайской раскладкой. Там, наверное, можно было выбрать у продавца. Слушайте, а если я ее прямо к макбуку подключу, будет ли она работать прямо вот с коробки, знаете? Мне прямо интересно. Подружится ли она с макбуком? Так, ребята, подключаю. Вообще-то, наверное, для смартфона, да? Как бы. Так, вроде бы подключилась. А ну-ка, чего-нибудь пишем в поиске. Нет, не реагирует ни на что. Наверное, ее нужно добавить как устройство какое-то, да? И тогда она будет работать. Но это, ребят, нужно разбираться. Нужно подключать. Но в целом, смотрите, засветилась, работает супергибкая клавиатура. Так, смотрим дальше, что в нашем китайском ларце. О, это мне надо, ребята. Слушайте, ну это прямо вот нужно оценить. Китайские чипсы, ребята. Китайский сырный лейс. Вот очень интересно, кстати, китайская. По факту то, что у китайцев продается для китайцев. Отличается ли по вкусу? Во-первых, очень странная, да? Внутри здесь вот такая штуковина. У нас такого нету, да? Или есть? Ребят, но я не встречал. У нас обычно... А, это лейс. Лейс я вообще у нас таких не видел. Только видел Принглс. А ну-ка, пробую. Будет ли какой-то китайский привкус. Честно, на самом деле, у этих чипсов вкус такой, знаете, как самые дешевые ВТБ чипсы. Такие, знаете, прессованная такая картошка. Вот такие они длинными полосочками такие чипсы. Вкус, честно, такой же. Ничем не примечательный. Я вам, наверное, чипсы все-таки не рекомендую. Именно эти заказы из Китая. Потому что ничего особенного. Кстати, мне этот вкус напоминает вкус сухой мивинки. Только старой, которая раньше была в детстве. К сожалению, сейчас уже мивина не та, ребята. Мивина не та. Я еще глянул, ребята, цену этих чипсов. Не знаю, может, какие-то они особенные. Но 5 баксов они там стоят. Чем-то сейчас со скидкой. Че-то это прямо Букреева на жухаль. Может, я там не глянул. Думал, она большая будет пачка какая-то прикольная. Ну, короче, дороговато. Не стоит на обращать внимание. Давайте лучше на следующий товар посмотрим. Я вот возьму вот такой, понимаете, чисто в китайском пакетике. Здесь вот кто это нарисован, ребята. Напишите в комментариях, что это за кумкват или батат. Кто это вообще? Слушайте, реально китайский мешок. Китайский мешок добра, ребята. Так, а здесь что? Коронавирусный растрят внутри или что? Осуждаем такие шутки, ребята. Так, смотрим, что у нас. Опа-на. Вот это деду нравится, да? Вот это да. Ну, спасибо, ребяточки. Ну, спасибо. Слушайте, ну, если я каждую из этих штуковин буду пробовать на видео, это видос, наверное, будет очень-очень длинным. Давайте я, наверное, после выхода этого видео буду в Инстаграме каждый день пробовать одну какую-то штуковину и описывать вам свои впечатления. И, походу, весь этот набор стоил как раз 10 баксов. Вполне себе ничего. Ой, посмотрите, что это такое-то. Сюда книгу прямо положили. A Master in Peak Fading. Боже ты мой. Блокнотик. Это, кстати, не книга, это блокнотик, наверное, китаец-продавец с бонусом положил. Потому что, ну, здесь действительно много всего, ребята. Давайте реально по одной штуковине в день в Инстаграме, в сторисах пробую. Так что ссылочка на Инстаграм в описании. Переходите туда. Буду там пробовать. Потому что, ну, просто реально очень много видосов. Так будет очень длинное. Так 10 лет будет длиться. Так, погнали дальше. Достаем что-нибудь здесь. Я хочу что-нибудь под низу достать. Вот это, например. Нет, вот это хочу. Нет, вот это. Нет, я хочу... А-а-а! Вот, ребята, все. Я понял. Я понял, почему была такая цена... О, ***, мне столько. Вы поняли, почему это так дешево стоило? Оригинальный вкус. Раз, два, три, четыре. Пять пачек чипсов. Пять пачек чипсов. Китайских. Обалдеть. Ну, тогда цена уже все. Цена уже норм, конечно. То я думал, как умудрился за пять баксов одну пачку чипсов купить. Погнали дальше смотреть, что там в ларце китайском. Так, а я хочу теперь вот эту штуку. Вот она. Маленькая такая посылочка, ребята. А это что маленькая, это удаленькая. Как вы знаете. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Так, какая-то плотненькая коробочка. Мне это уже нравится. Infinity куб. Походу, это какая-то крутейшая головоломка. Смотрите, как красивая упаковка. Реально, по кайфу. Открываем. И опа. Да, это какая-то игрушка-головоломка, наверное. Я думаю, что этот куб можно сложить и так, и так, и вот так, и как угодно. Слушайте, ну, прикольная вещь. Здесь на самом деле, как для куба, не так много вариантов. Но это просто вот такая залипаловка. То есть, вы крутите эту штуковину в руках и вместе с нею залипаете. То есть, вот так ваш кубик может и так сделать. Может быть, потом вот так сделать. Или вот так сделать. А потом вот так разложиться. Кстати, на самом деле, ничего особенного. Достаточно мало комбинаций. Но он приятно такой металлический в руках. И мне кажется, что это больше вообще, да, вот такая успокаивалка нервов. То есть, ты берешь в руку и пошел пальчики-то разрабатывать свои китайские. Ну, китайцы маленькие ручки, они посылки складывают. Им нужно постоянно разрабатывать пальчики. То есть, берешь и руку, чтобы потом по ссылочке быстрее можно было. Раз, раз. Так, короче, китайские четки. Куб китайские четки. Слушайте, я сначала нагнал, да, подумал, что за ерунда. А потом уже как-то прикольно стало, когда взял в одну руку и начал его взять этот куб. Вот такая штуковина в Китае тоже продается. Мне, кстати, очень нравится, что все в таких приятных упаковках. Вот прям дорого-богато, понимаете? Так, следующую достаю посылочку с достаточно странной упаковкой. Боже, они реально... Смотрите, здесь какие-то кольца обручальные, здесь какие-то бантики. Слушайте, ну китайцы прям так вот это все пакуют. Тут какие-то прям подарочки. Ну прям... Это мне сегодня день рождения, это для меня, это мне сегодня подарили. Кстати, ребята, что вы меня не поздравили с днем рождения, ребята? У меня 21 января был день рождения. А лучший подарочек это лайк, как вы знаете. Так, короче, это походу просто такая именно антистресс груша, чтобы расслабляться на работе. Слушайте, ну это на самом деле очень забавно, потому что я сижу, и у меня бывает как забомбить, понимаете? Как забомбить? А здесь можно прямо лупануть по груши и немножечко успокоиться. Да-да-да-да-да-да, ребят. Ну сейчас покажу вам. Вы поняли, да? Это саундтрек, потому что, ну как бы типа запрещено на ютюбе. Ну поняли, да? Так, сейчас мы ее прикрепим. Слушайте, она, наверное, к моему столу не прикрепится. У меня такое ощущение. А нет. Кляка, муха, ты что, дура что ли? Слушайте, такое ощущение, что она сейчас отвалится. Что-то, что-то от чего-то. Во-первых, во-вторых, здесь есть звукан. То есть, а ну-ка, она же на аккумулятор. Уп. Реди, го! Блин, ты шмар. Нечего со мной связываться. Конечно, заткнись, гадость. Слушайте, ну на самом деле вещь забавная. Походу у нее еще есть. Это как колонка, да? То есть здесь есть, можно звонки принять и так далее. Да я тебя пальцем не тронул. Ох, нытик. Короче, здесь еще есть микро-юсб, да, для флешечки. Точнее, микро-сд разъем для флешки. Здесь можно менять, типа, свет включать, можно делать громче. Тише, а ну-ка, давайте посмотрим, как это самое громкое ранет. Слушай, а назад эта штука залезет-то? Ну, блин, да китайцы могли бы посильнее закрепить. А ну-ка, самая, я громкость накрутил. А ну-ка. Все, максимум. О-о-о, нормально, шпорт. Скотина. Тихо, тихо, тихо. Сейчас уже, сейчас соседи уже полицию вызовут. Я думаю, что бывает в Украине кого-то. Ну, забавная вещь, только учтите. Вот у меня стол такой ребристый, деревянный, на него не прикрепится. То есть нужно, чтобы был стол определенный, чтобы такая липучка на него крепилась. Если честно, эта липучка не выглядит надежной, да? Мне кажется, она будет слабо закрепляться и постоянно будет отваливаться от стола. Плюс это колонка, да? То есть это не просто такая груша, которую ты лупишь. Можно принять звонок, можно включить музло. Поняли, ребяточки? Ссылочка, ставлю ссылочку. Воняет, кстати, чуть-чуть воняет резиночкой. Но не страшно, ребята, это не страшно. Слушайте, этот видос мне приносит просто колоссальное удовольствие. Давайте посмотрим, что у нас есть еще. Давайте мне вот это нравится. Здесь курочки пасутся, понимаете? Здесь нарисованы курица, яйца всякие разные. Может быть, это аппарат для стухления яиц? Потому что, ребят, я знаю, что китайцы любят тухлые яйца. И это может быть специальный аппарат для стухления яиц. Чтобы ты засунул в него яйцо, оно там стухло. Вполне может быть. Почему нет? Китайцев фантазия хорошая. А нет, получается. Это уже вонючие тухлые яйца в коробочке. Курочка снесла, ребята, пожалуйста. Слушайте, я даже не знаю. Но давайте я попробую открыть и понюхать сначала. Вот просто для начала, да? Ну, слушайте, пахнет... Пахнет какой-то хребенью, реально. Пахнет китайской... Китайской какой-то хребенью острой пахнет. Интересно, здесь вообще что-то есть от яйца, да, такое? Слушайте, я сейчас его попробую разломать. Я надеюсь, что там не... Ну, желток, короче. Ох ты, ёп ты. Походу, это настоящее яйцо вонючее. Китайское вонючее яйцо бычье, что ли. Блин, непонятно. Ну-ка. Ммм. Ммм. Это ничего такое. Оно не сильно острое, ребят. Походу, это настоящее яйцо. Оно не мерзкое. Оно китайское. Знаете, вот эта приправа, которую китайцы везде добавляют. Я не знаю, как называется. Вы что, не возьмёшь китайское, всё с такым привкусом? Это вообще не мерзко. Я удивлён. Представьте, вот это хребенья. Оно абсолютно нормальное на вкус. Маринованное яйцо абсолютно вкусненькое. Прикол. Такое, кстати, можете заказать, затестить. Оно, конечно, будет тяжёленькое. Да, 600 грамм здесь весит. Но можно куриную голову заказать. Вот такие яйца. Там килограмм наберётся. Килограмм 6 долларов поездом. Типа не так дорого. Блин, сейчас ужин будет. Бухреев, не наедайся. Не наедайся. Ужин будет сейчас. И покушал, и повеселился. Что ещё надо? Надо открыть следующую посылку, ребята. Опа-на. Здоровая, кстати. Вот смотрите. Она большая, но она лёгкая. Она не тяжёлая. Она не тяжелее. Вот тех яиц, ребята. И это машинка для домашнего. Мать его, попкорна. Ребята, ну если к вам много гостей пришло, и вы хотите их действительно удивить, это, конечно, выглядит очень круто. Короче, я предлагаю прямо здесь уже не разворачивать, да, вот это всё не распаковывать. Давайте сразу тестить. Переместимся туда и посмотрим, ну куда-нибудь там на кухню переместимся и посмотрим, как это работает. Удобно или нет, взрывается, не взрывается и всё такое. Погнали. Так, ну что, ребята, вот так выглядит эта шайтан-машина. На самом деле, качество пластика, ну такое, не очень сильно приятное на ощупь, немножечко попакивает. Вот здесь будет наша кукурузка нагреваться и выдуваться. Смотрите, я вам сейчас как включу, сейчас обалдеть, как это работает. Ну, слушайте, а, опа. Так, ты что, слушайте, ну нормально, на самом деле, колёсики чисто бутафория, ничего не крутится. Вот это, кстати, обидно. У меня есть вот такой попкорн, чисто для микроволновой печи, но я его вскрою, по сути, там как бы просто попкорн в масле с солью, там как бы ничего особенного. Вот, мы его сюда засыпем и посмотрим, как это сработает. Слушайте, я на самом деле обалдел. Я, конечно, понимал, что здесь как бы маслица, какой-то жирок там, это так выглядит. Я, конечно, вот эти именно жировые куски, наверное, не буду ложить, да, выгребу вот кукурузку, которая без жировых кусков, потому что, ну, мне кажется, здесь, ну, здесь сюда нужно просто зёрна засыпать, которые как бы с маслицем, да, это им не помешает. С приправками там какими-нибудь даже можно сразу, но жирок вот этот нам, наверное, не нужен. Так, ребята, я надеюсь, что хватит. Получилось не очень много, и я надеюсь, что сработает с таким попкорном. Я, честно, не ожидал, что он именно так будет выглядеть внутри. Так, запускаемся. И вот сзади тумблер. Включаем. Происходит нагрев. Происходит нагрев. И выдувание уже готовых зёрны. Слушайте, тепло пошло сразу. Я прям чувствую, даже здесь стою жар. Так, а вот эту штуку неинтересно. Можно снять или нет. Крышка, типа, ну, будет воздух сильнее выходить. Может быть, получится заглянуть, что там происходит. Вот, смотрите. Кукуруза крутится, куролесится по полной программе там внутри. И воняет, воняет. Чем-то воняет, ребята. Воняет оттуда. Дымовуха пошла. Сейчас сигналка сработает. Так, ребят, я переставил поближе к вытяжке. Посмотрите. Я не знаю, от чего такая дымяра прёт, реально. Это очень странно. Там вроде бы ничего такого не происходит. Но, кстати, вот это скорее пар или вот этот жир, да. То есть что-то с ним происходит. Ну, ждём. Подождём чуть-чуть. О! Какой-то уже слышу звук треска. Пошло. Одна лопнула кукурузина. О, пошло, ребята. Пошло. Пошло, добро. Но его должно быть достаточно много, да. Чтобы он сюда, получается, вылетал. Опа! Первый, второй, третий. Слушайте, получается, это... Слушайте, классная вещь. Это намного проще, чем в микроволновке следить. Нормально? Нормально, товарищи! Слушайте, работает. И уже дыма этого вонючего нет. Отлично. Вот таким образом, ребята, получается попкорн. Слушайте, очень неплохо. Я прямо-таки даже доволен, как это работает. Неплохо. И знаете, в микроволновке сейчас-то я перепаливаю попкорн. Здесь как бы такой темы нет. Здесь, кстати, всё. Я думаю, уже нет шелчков. Значит, всё готово. Короче, я часто перепаливаю дома попкорн. Он действительно тёмный становится. Здесь весь идеальный. Слушайте, прикольная вещь. Но оно очень объёмное. Но прикольно вообще. Работает. Слушай, ну за 10 баксов вообще огонь. И вид какой-то имеет праздничный. Короче, ещё хочу пару слов сказать. Во-первых, не очень удобно это будет всё мыть. Во-вторых, естественно, здесь уже нужно делать постобработку попкорна. Приправки какие-нибудь, сиропчики и всякое такое. Вообще, за 10 баксов вещь, ребята, для какой-то вечеринки очень-очень даже забавная. Но опять же, достать, может быть, ну не знаю, несколько раз в месяц. И сделать себе попкорн. Качество сборки не могу сказать, что хорошее. Но 10 долларов, боже мой. Даже может быть и дешевле. По-моему, забавная вещь. Мне понравилась. Лучше, чем в микроволновке точно. Следующая посылочка, ребята. Смотрим, что у нас здесь. Пупылька нам не надо. Опа-на. Опа-ча, ребята. Это вот такая мини-настольная, походу, баскетбол игра. Это тоже забавная штуковина. Можно немножечко с ней убивать время. Слушайте, она достаточно тяжёленькая. Я, видите, постоянно говорю про вес. Почему? Потому что от веса же зависит цена доставки, как бы и зависит цена товаров. Например, на мистшопе очень-очень удобно заказывать всякую одежду вот такую. Но мало весит, его много можно заказать. А на некоторые вещи, конечно, нужно обращать на вес внимание. Так, ребят, вырубилась камера. Что я говорил? Насчёт веса, да, вот вес посылки. Почему я всегда говорю, ой, это тяжёленько, это не тяжёленько. Потому что с мисс чайной, как бы вес, это важно, да. И в особенности всякие, типа, не тяжёлые вещи заказывать очень выгодно. По типу баночки вот я заказывал вообще обалденные, которых нигде нет. Но это для какого-то определённого дела. Допустим, одежда очень смачно идёт, потому что она не тяжёлая. И всё такое и тому подобное. Эта же вещь, конечно, немножечко тяжёленькая, но очень даже забавная. То есть вы поняли, как это работает? Ты типа такой... Ты чё, Букреев, переборщил? Слушайте, это не так, кстати, это ещё не так просто. И хорошо, что мячик привязан на шнурок, потому что... Потому что за ним бы пришлось... Так, кстати, её вот минус, видите? То есть нужно придерживать рукой. Ну, смотрите, если я сильнее чуть-чуть нагибаю, то есть, видите, она немножечко пристаёт, вот эта платформа. То есть мы такие... Блин, слушайте, это вообще непросто. Слушайте, а может я вот так, чисто такое... О! Вот это, Букрееву, надо. Но, честно, по качеству очень даже неплохо. Вот такая забавная мини-настольная игра. Если у вас дружбан есть, баскетболист, я думаю, что ему очень зайдёт такая штуковина. И опять же, да? Раз, два, три. Очень мало места занимает. Удобно. Кстати, после этого яйца, вот я пакую, знаете, во рту какой-то привкус, как будто ты шарик, знаете? В детстве, наверное, все жевали надувной шарик. Я не знаю, нахерена он просто... Привкус резины какой-то. Может, они съедобные яйца было. Что со мной сегодня к вечеру будет-то, а? Так, следующее я вижу ещё одно милое авокадо, да? Здесь уже авокадо чуть больше похоже на авокадо по цвету. Сейчас мы посмотрим, что это из себя представляет. И что это за... И что это за милота? Что это? Это какая-то игрушка. А, это какая-то кружка. 280 лилитров. Ребят, ну посмотрите, а? На ваша рейкина ты уже уже довольна. Это Букреев, когда ему подписчики поставили не 15 тысяч лайков, а 20 тысяч лайков. Да-да-да-да-да. Это именно так. Короче, это очень-очень милая, короче, кружечка. Типа как термокружечка или не термокружечка. Я даже не знаю. Она как бы цельная и, по сути, наверное, может даже как мини термокружечка работать. Хотя здесь просто стеклянная баночка вот в такой оболочке. Но выглядит это ультра мило, ребят. Посмотрите, я скрутил голову авокадо. Пожалуйста. Оно стало счастливым. Ну посмотрите. Ну это же реально очень милый друг. На меня похож, нет? Забавная штуковина и очень милая. Но тоже не очень лёгкая. Но очень милая. Вот вы понимаете, не всегда, особенно в животном мире, всё, что как бы тяжёленькое, такое увесистое, пузатенькое, оно очень часто милое. Кстати, обратите внимание, вообще, это как керамика, да, как что-то такое. То есть, или какой-то пластик, но такой, достаточно хрупкий. И доехал, всё нормально. Это, кстати, хорошо. Это значит, что всё хорошо запаковано, да. То есть, эта штука такая хрупкая, короче. Так, следующая посылка у меня уже в руках. Короче, ребята, я как понял, это штуковина, чтобы водичка у вас... Ну, короче, на бутылку штуковина, поняли? Кнопочку сверху нажал, она тебе посикала. Но где-то здесь внутри коробки потерялся... Ну, не потерялся, он где-то лежит, просто оно было как бы из завода, не в коробке. Собственно, шнурочек и, собственно, зарядка, потому что вещь как бы аккумуляторная. Честно, насчёт качества пластика, я бы не сказал, что это качество пластика хорошее. Поэтому вы посылки лучше гляньте, но если у неё цена там дороже 4-5 долларов, я бы не покупал. Ну, как бы здесь уже лотерея, ребят, здесь уже лотерея. Есть, опять же, подсветка сверху, наверное, будет светиться красным, если она разрядится, да? Но мне не нравится совершенно качество пластика. Какая-нибудь целомишная штуковина за баксов 6-7, наверное, будет получше. Ну, а сейчас, ребяточки, вы выпадете в осадок просто, потому что здесь, ребята, робот-пылесос за 10 долларов. Смотрите, весит он, ну, понимаете, ну, грамм, ну, не знаю, кстати. Кстати, очень интересно, сколько он весит. Ну, не больше килограмма 100%, ну, 5 баксов, короче, за 15 долларов, да, вместе с доставкой. Но, опять же, можно с другими товарами ехать. Поэтому, это, кстати, ещё один плюс, да? То есть вам не от каждого продавца товар отдельно приезжает, как на Алиэкспресс. А можно консолидировать, и всё придёт в одной посылке. Это, кстати, тоже очень-очень удобная схема, вот как у меня, да? Это же всё от разных продавцов, не от одного. Но, робот, мать его, пылесос за 10 долларов, ребята, 10 баксов робот-пылесос. Это просто какой-то экшен сейчас будет. Мы его затестируем. У меня дома очень много собачьей шерсти. И мне реально интересно, как эта штуковина всего лишь за 10 долларов справится с мусором у меня дома. Честно, пластик просто, ну, чувствуется, конечно, что это... А хотя, по факту, это же просто робот-пылесос, да? Здесь просто бак. Так, интересно, какой здесь фильтр и вообще, есть ли он? Конечно, качество пластика просто божественное. Я это чувствую. Фильтр вот он, какой у нас, да? Здесь, конечно, чувствуется, что экономили на всём. Но всё равно, интересно, работает эта вещь или нет? Так что, ребята, погнали, запустим и затестируем, посмотрим, что он там соберёт нам. Так, ну что, друзья, робот-пылесос 10 долларов. Я, кстати, сегодня чуть-чуть попылесосил, но я думаю, это всё равно не помеха. Запускаем. Опа, пошёл-пошёл, смотри, сразу под диван пошёл. Блин, у него есть, интересно, какие-то датчики там? Опа, врезался. Смотрите, что-то он ещё понимает, что он врезается. Персик, смотри, что это? Это робот-пылесос получается. Так, Чичи немного в шоке. У него, наверное, никакой логики движения нету. Он куда-то врезался и поехал себе дальше. Но в целом он ездит, елозится. И предлагаю его оставить на несколько минут. Одного, десятка минут. Посмотрите, просто белое ядро. Белоснежный. На белом полу камера не может отдуплить, что происходит. Так, вот он врезался и просто поехал. Как бы врезается достаточно мощно. Ну всё, ребята, пусть покатается. И потом я вам покажу, что же он там насобирал. Потому что мне кажется, что он вообще ни черта не втягивает. Так, ребята, походу всё. Походу жёсткий затоп. Вообще, кстати, каждый раз, когда он врезается, это такой звук. Это вообще не смешно на самом деле. Если что-то нежное, он вам реально это подбивает. И всё, понимаете, всё. Он здесь заблудился в трёх соснах магического леса полного демонов и бесов. Понимаете, ребята? В общем, я его сейчас перенесу под диван, запхну. Потому что здесь я сегодня пылесосил. Я сомневаюсь, что он прям много что-то соберёт. И покажу, что он насобирал в итоге. В общем, друзья, за этим роботом-пылесосом вам нужно прям постоянно ходить и присматривать. О, ты выберешься? Он выбрался. Он здесь уже минуты две торчал и по итогу, кстати, выбрался. Ну, давайте посмотрим, что же наш дружбан насобирал. Качество пластика, вот звук, да, обо всём говорит. Колёса не прорезиненные. Всё, конечно, здесь ужасного качества. Так, ага, это мне нужно вот эту штуковину открыть и посмотреть, собрал ли он вообще что-то. Ага, и вот здесь под фильтром. Так, ребяточки, аккуратненько и смотрим. Ну, кстати, посмотрите. Он ещё насобирал грязь. Он реально ещё насобирал грязь. Спылюку с под дивана, кучу шерсти персика. Обалдеть, слушайте. Ну, если у вас какое-то, я не знаю, там, полуподвальное помещение... Ладно, я шучу. На самом деле, за 10 долларов, я думал, честно, он даже ничего собрать не сможет. Но нет, он всякую грязюку насобирал. Даже он от иголочки, от ёлки насобирал. Это работает. Может быть, это не очень умная вещь. Это просто штука, которая катается во всё, врезается, подтупливает и так далее. Но если у вас нет предметов в доме, просто пол, то, наверное, это подойдёт вам. О, 10 долларов, ребята, забавная штука. Так, следующую посылочку достаю. Слушайте, ну, этот китайчик прямо хорошенечко всё запаковал. Прямо по-хорошему. Смотрим, что у нас здесь внутри. Внутри какая-то чёрная коробка в куче-куче пупырочки. Так, слушайте, ну, коробка смотрится просто обалденно, минималистично. И реально очень модно. И поэтому, наверное, продавец её так хорошо запаковал. Вот реально, прямо чё-то очень крутое, кажется, когда берёшь эту штуковину в руки. И не кажется, что это стоит всего лишь 10 долларов. Раз, как раскрылась. А, ребята? Опа. А-а-а, это получается... Ё-моё, слушайте, ну, честно, впечатления от открытия этой посылки очень неплохие. Это как бы чашка или турка. Это, скорее всего, чашка для чая, да? Это вряд ли турка. Она керамическая, да? Она как бы как, ну, ручка деревянная. Это прям... Слушайте, это 10 долларов стоит, тогда это халява. Естественно, правда, доставка ещё. Я всегда об этом напоминаю ребятам, чтобы они... Но, опять же, сам товар-то стоит 10 долларов. Слушайте, она выглядит очень бомбически. Она просто вот очень модная. У неё деревянная ручка. Она прямо вся такая керамическая. И прямо все будут смотреть, что вы из такой чашки что-то пьёте. И вам действительно завидовать. И плюсом, ребята, то, что это идёт в такой красивой упаковке. Это действительно можно взять на подарок. Вот реально, посмотрите. Ну, человек откроет, ему действительно будет приятно. Упаковочка прямо, мне кажется, этот товар ещё натягивает, то есть, ему цену. Так, я закрываю всё красиво обратно. Опа-на, смотрите. Красота. Не, ну, по кайфу же, по кайфу. Следующую маленькую беру коробочку. Так, открываем, смотрим, что у нас здесь внутри. А что это за штуковина? А что это за штуковина? А-а-а, я понял, ребята. Это, короче, по-моему, штуковина. Короче, это штуковина, чтобы вы нигде не потеряли свой ключ. Штуковина, которая, если что, будет орать, пищать и так далее. То есть, это защита для ключа. Можно автоключ там сюда повесить и всё такое. Единственное, мне кажется, что она без батарейки. Давайте я сниму. Я сниму вот эту крышку. Посмотрим, если она без батарейки. Блин, ну, я сейчас в процессе видоса не смогу нигде найти такую батарейку. Если до конца монтажа найду, конечно, то мы с вами прямо затестим посерьёзки. Но будем надеяться, что там просто батареечка с какой-то подкладкой. Да, так оно и есть, ребята. Так что мы сейчас плюс-минус попробуем понять. Так, ребята, это не подкладка, ребята. Это не подкладка. Это просто, чтобы батарейки не было контакта с крышкой. То есть, такая изоляционная штуковина. Я что-то не врубаюсь. Почему тогда мы не пищим? Почему тогда мы не орём? Видимо, это нужно скачать приложуху и затестить, наверное. Да, ребята, здесь приложение, которое работает с GPS. Вы будете видеть, где ваш ключ. Я думаю, что ещё и с блютузом. И то есть, вы типа подсоедините. И если ключик от вас куда-нибудь далеко уйдёт, оно запищит и покажет вам GPS, где эта штуковина. Но на самом деле, сам ключ отломать отсюда достаточно будет легко. Да, но я имею в виду, если вот, допустим, у вас кто-то украл ключ. Почему? Сейчас вам покажу. Потому что на самом деле он снимается просто вот здесь отверточкой и снимут его. Это больше, наверное, если не украсть. А если вы где-то потеряли, где-то оставили свой ключ, ребята, вот эта тема спасёт. Кстати, напишите в комментах, у вас было такое, что вы теряли ключи от хаты. У меня такое один раз случилось, смешная, мини-смешная история, пока закручиваю болтик. Я, короче, чтобы родители не узнали, мне нужно было приходить со школы домой позже, чем бабушка. Бабушка с работы приходила в 15.00. Школа заканчивалась, блин, в 12, там, в 11, бывало, заканчивалась. И я типа шёл на кружок железнодорожника, говорил маме, что я хожу, поэтому позже домой прихожу. Кружок железнодорожника, кружок железнодорожника в школе у меня был. А на самом деле мы с Денисом Харитоновым играли у него дома в компьютер приставку и пробовали есть кошачий корм, ребята. Так что напишите вашу смешную историю в комментариях, это будет интересно действительно поржать. Вот, ну потом я сознался, как бы меня чуть-чуть поругали и всё, мне дали ключи. Я перестал быть железнодорожником. Следующую, ребята, коробочку достаю объёмненькая, достаточно тяжёленькая, да. И мне кажется, что это какая-то игра, типа настольная или что-то в этом роде. А может не настольная, а может напольная. Ну, короче, это типа... Да, ребята, это типа мини-боулинг. Короче, здесь я, конечно же, не развернусь, да, в нашем пространстве. Так что, ребят, погнали в другое место, затестим. Так, ребята, и пока я открывал, просто вам показать, да, посмотрите, руки... А губы, а губы синие, руки синие, губы-то синие. Уже губы синие, посмотри. Блин, ну коробка ужасно, конечно, красится, прямо вот китайское качество. Надеюсь, что игруха будет нормальная. Так, ребяточки, видим вот такое поле. Я сначала не мог дупить, что за фигня. Потом понял, что вот она, разметка для кегель, да, кегли. А вот то, это кёрлинг, ребята. Давайте я вам сразу кёрлинг продемонстрирую. Здесь, ну, шарик просто в пластиковой такой основе. И ты его типа... Блин, а щёточка где? Кто будет тереть? Тереть мой шарик. И ты типа его такой, да? То есть, ну, типа вот фолл, типа написано, наверное, вот отсюда нужно катить. И ты, кстати, такой берёшь его, да, вот так, ить. Ах, ооо, нормально, ребята. Слушайте, ну это, кстати, достаточно интересно. То есть, я пришёл противник такой синий, и оп, запускает. Опа, и меня туда поджал. Слушайте, это прямо забавно и мило. Давайте попробуем сбить шары в боулинге. Кстати, мячик, ну, такой, не очень тяжёлый. А кегли достаточно... Да, да нет, тоже достаточно, короче. Оно, я что хотел сказать? Что оно, ну, не супер галимое прям такое на ощупь. Но вот эта коробка, она реально пугающая. Хотя здесь тоже вот не сказать, что супер качество, да? То есть, есть чуть-чуть такая отодратая фигня. Короче, разворачиваем наше полотно. Как вы поняли, оно складное. Так, ну что, страйк будет? На канал на ютюбе страйки не люблю. А так страйк, в принципе, можно. Кстати, шарик не очень, шар, точнее, для боулинга, выглядит не очень пропорционально, да? Мне кажется, что он немножечко маловат для этой игры, да? То есть, смотрите, какой шарик, какая кегля огромная. Просто она действительно больше. Ну что, ребята, давайте сейчас мукреем бацанёт страйк. То есть, я беру такой и вот так. Эй! Ну да. О! Слушайте, интересно, так задумано, что шар вернулся ко мне. Это достаточно удобная функция. Ещё разочек. Да. Я это просто в камеру смотрю, ребята, не могу попасть. Смотрите, сейчас сосредоточусь и брошу. Смотри, эй! Да ты посмотри, слушайте, это не так просто. Нужно прям переналовчиться. Последний разок. Вот, пожалуйста, одну сбил. Ну, короче, здесь ещё нужно уметь. А если поближе... Слушайте, оно прям... Реально этому мячику прям как-то тяжеловато сбивать эти кегли. Забавная вещь. Забавная. Дети, наверное, были бы в восторге, если честно, мне кажется. Так, следующий подарочек. Честно, ребята, выглядит как розовый подарочек для девочек. А если вы успели заметить, что я пацан, настоящий мужик. У меня яички даже есть. Опа-на, ребята! Это Apple Airbus. Это новые, новые. Ещё Apple их не продают, а у китайцев они есть. Короче, это, походу, колонка в формате вот такого нарушника. В формате вот такого AirPods. Слушайте, ну на самом деле выглядит это очень забавно. Согласитесь, посмотрите на эту штуковину. Алло, Вася, тебя не слышно. Подойди к телефону. Алло. На самом деле, если здесь присмотреться, качество сборки не сказать, что крутое, но так это смотрится, да, вот в руке, это действительно забавно. Короче, давайте, ребяточки, затестим звук этой колонки. Так, ребята, ну шо, вот он бульбаш, вот он белый бульбаш. А ну-ка, кладём, да, укладываем и включаем. Музончик. У нас здесь, конечно, такой трек, чисто без рекламки, чтобы, да? Ага. Ясно. Это очень печально, ребят, кстати, да, качество сборочки, как вам? Да. Честно, звук зажат внутри. Вот реально такое ощущение, что звук зажат внутри. А ну-ка, максимальную громкость. Да ладно, серьёзно? Это что, максимальная громкость? А ну-ка, давайте... Да, всё, здесь даже не регулируется громкость. А вот, может быть, вот так? Да ладно. Она ещё, честно, она достаточно тихая, эта колоночка. Тоже, ребята, не рекомендую к покупке. Ну, реально, какая-то дурацкая игрушка безглузда. Следующую посылочку достаю и смотрим, ребятки, что у нас здесь. Кстати, походу, это у нас уже сегодня что-то подобное было. Опять же, посмотрите, ну, китаец как упаковал? Ну, красота же! Ну, красота! Ну, реально приятно распаковать. Это, короче, какой-то... Какая-то штуковина. И непонятно, что это за штуковина. Трансфер гипра. Что это такое? Здесь, ребята, придётся, наверное, читать инструкцию, чтобы разобраться. Они почему-то ставят это на макбук. Может быть, это просто какая-то колоночка? Мне кажется, что, может быть, это колоночка? Или что это такое? Это какое-то яйцо, и они все его прикрепляют на макбук. Для чего это яйцо? А что это оно делает? Это... Ааа, я понял, ребята. Это просто... Это просто гипноштуковина. Наверное, чтобы расслабиться там, знаете, после тяжёлого китайского вечера. Я вам сейчас поближе покажу. Она такая тяжёленькая. Она почему-то у всех там на ноутбуках нарисована. Так, ребята, фиксируйте ваше зрение. Пошло добро. А ну как? Закручиваю, ребят. Ух ты, блядь. Это было жёстко. Слушайте, крепкая, ребята, крепкая. Вообще не сломалась совершенно. И вроде бы ламинат тоже не сломался. Давайте, наверное, мы в другом ракурсе попробуем это сделать, потому что это опасно, я чувствую. Так, ну что, ребятки, вот таким образом смотрится это антистресс яйцо, да? Оно как бы вообще по ноуту практически не скользит, да? Оно, кстати, даже как будто чуть-чуть и магнитится, что ли, или мне показалось. В общем, это такой антистресс. Ты типа запускаешь, крутишь его рукой и наблюдаешь, да, что тут происходит. Ребята, я сейчас вас загипнотизирую на лайки, тупо, чтобы вы немного лайка поставили. Вот, ну как бы, ну типа прикольно, как бы, да? Не больше, не меньше. Могу сказать, что это просто прикольно, как антистресс какой-то на рабочем месте крутнуть это яичко, типа, почему нет? Идем дальше, ребят, здесь не так много осталось посылочек, и, ребята, здесь маленький мини домашний квадрокоптер. Я слышал, что такие маленькие квадрики стали уже чуть-чуть умнее, и ими управлять легко. Ребят, посмотрите на пульт, а внутри пульта квадрик, вы поняли? Вот это квадрик лежит внутри. Обалдеть, он просто, посмотрите, это просто маленькая змея, вонючая. Это вонючая маленькая змея, ребята. Слушайте, я сейчас тоже не буду прямо здесь рисковать его запускать, ребяточки. Давайте мы, наверное, в какое-то более-менее безопасное пространство переместимся. Здесь, кстати, в комплекте есть запасные всякие детальки, винты и так далее. Заряжается он прямо здесь внутри пульта, то есть подключаете, вот видите, желтый шнурочек. Выглядит это очень-очень забавно. Давайте попробуем на нем полетать. Интересно, будет ли он легок в управлении и безопасен для домашних питомцев и окружающей среды. Кстати, возраст на нем написан 14+. То есть, ну, действительно, вещь может быть опасной в глаз отлететь или еще что-то, так что будьте аккуратны. Так, ребятки, ну что, вот такая маленькая штуковина. Я постараюсь вам как-то более-менее подснять, хотя немножечко сложно. Э, братан, блин, надо его движки запустить. Тут, кстати, пока разобрался, как запустить его движки, он постоянно не хотел летать, гадость такая. О, пошло добро. В общем, смотрите, вот таким образом он взлетает. Тихо-тихо-тихо-тихо, братан, не урчи. Сейчас я вам покажу, ребята, трюк, смотрите. Трюк, опа, 360. Ты пооборот. Ты по счету 360. Где она? Я не бачу. В общем, ребята, мне просто сложно показать, потому что я сам руками здесь снимаю. Здесь кнопочка просто вверх. Опа. А теперь кнопочка просто вниз. Вниз, 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 садись, пришелец. Блин, я, короче, не могу вам нормально подснять, действительно, потому что, ну, просто банально неудобно, но на самом деле, на самом деле, он управляется действительно нормально. Ну, вот серьезно. Раньше у меня были квадрики, вот такие маленькие, но это просто были бешеные мухи. Это же штуковина, я просто, понимаете, держу камеру рядом с пультом, и не знаю, не на квадрик смотреть, на камеру, на пульт или куда. Эта вещь нормально управляется. Такая злая муха, она летает, в принципе, слушается тебя. Немножечко, конечно, нужно поднастроить, потому что он по факту, когда взлетает, он не зависает в воздухе, а летит немножечко вперед. Но я думаю, это можно оттроймировать, там, отстроить и все такое. В общем, это очень-очень неплохо за эти деньги. Я вам говорю серьезно. Он и сам по себе из такого пластика достаточно приятного состоит и реально неплохо управляется. Я думал, что будет хуже. Опять же, очень-очень маленькая игрушечка. Следующую посылочку, ребята, берем и смотрим, что это у нас такое. Смотрите, во-первых, здесь нас приветствует очень маленький милый китаец. Очень маленький милый китаец. Давайте посмотрим, что же этот китаец нам сюда запаковал. Что это за чудо техники такое-то? Иисус Христос, да что же это такое? Короче, ребята, это какая-то суперспорт-бутылка прямо в твердой какой-то упаковочке. Да, это просто вот такая китайская милая бутылочка. Слушайте, очень необычно она выглядит на самом деле. Она такая прозрачная. Может быть, ее куда-то пихать нужно в определенное место. Ее можно легко носить с собой. Типа здесь китачик показывает, что ее лучше не ронять, что ее нужно аккуратно открывать и все такое. То есть здесь как бы ничего особенного, просто... Кстати, вот эта вещь качественная. Это прям чувствуется, что она приятная. То есть помните, я говорил на какую-то вещицу, что пластик голимоватый. Здесь же как бы все окей. И закрывается она приятно, и открывается, и все это можно сделать одной рукой. Приятная вот такая, ребята, полупрозрачная бутылочка. Можно туда налить какую-нибудь красивую жижабу. Все вокруг на улице увидят, что у вас там не просто бутылочка, а какая-то красивая жижаба в бутылочке. Это, ребята, важно, мне кажется. И мне кажется, можно было сделать, чтобы эта бутылочка подключалась к смартфону. Не знаю зачем, но было бы забавно. Так, ребятки, следующий какой-то ларец. Непонятный, маленький, прям коробка в коробке. И здесь всякие мини-китайские конфетки. Да, мы их тоже оставим для сторисов в Инстаграме, чтобы в Инстаграме тоже был веселый контент. И все это будем пробовать. Смотрим, что у нас в этой маленькой штуковине. Открываем. Упаковочка, кстати, вот такая, знаете, как будто ее уже раза три вскрывали. Не смотрится очень крутой. И внутри реально какая-то пошар... А, ну это верхушка пошарпанная по факту. А сама эта штука не... А что ты хочешь... А что ты делаешь? А-а-а, я понял. Ага. Короче, ну для строителей... Короче, ребят, это если ваш парень анимешник. Если у вас парень анимешник, и вы не можете вам дверь, блин, подчинить, в хате дверь рассыпалась, то вот купите ему такую отвертку, он вам точно подчинит. Посмотрите, потому что это отвертка панда. Смотрите, вот это, конечно, крышка немножко пошарпанная сверху. Вы открываете, берете, пожалуйста, смотрите. Здесь вот такое есть отверстие. Берете, вот такая панда. Здесь, ребята, пожалуйста, вот эту штучку снимаете. И, пожалуйста, повините все ваши насадочки, которые вам нужны. Естественно, это нужно взять рукой и вот сюда это как бы поставить. И крутить. Золотое еще, кстати, ребята, обратите, биты все золотые. Золотая чаша золотая. Наполняет ароматом чая. На самом деле выглядит это все не очень качественно. Вот я пальцем достал. Здесь просто вот такая тяжелая штука. Опять же, не очень, наверное, выгодная вещь, чтобы заказывать именно из Таобао за счет веса своего. Опять же, ребята, это просто вот мои какие-то рекомендации. По факту можно заказать что угодно. Но здесь, наверное, я вот здесь где-то ковыряюсь, да, за ноутбуком вы даже не видите. Она типа еще не валяшка, как я понял, да? То есть вы типа ее закрываете, эту панду? Да, поняли? Она типа вот работает как не валяшка. Ага. То есть это матрешка, отвертка. Можно ребенка с детства приучать прикрушивать шкафы. Ну, забавная как бы вещь, но так, чтобы с Таобао ее заказать, ну, не знаю, потому что достаточно тяжелая такая упаковочка у нее мощная. Так, идем дальше. Что у нас здесь? У нас что-то USB, все остальное на китайском. Ага, это мини-USB бритва. Блин, зачем я побрился, ребята, прямо перед видео? Ну, ничего страшного. Если что, у меня есть волосы на руках и ногах, и в других причастных местах. Так что мы в любом случае сможем эту мини-бритву протестировать и посмотреть, что она из себя представляет. Вообще супер маленькая мини-бритва, прямо капсульная. Не знаю, что и где там можно ей подбревать. Может быть, какие-то определенные застрявшие волоски, до которых нет доступа. Слушайте, а как ты включаешься? Гадость такая. Type-C кабель идет в комплекте. Еще идет в комплекте щеточка. Еще в комплекте идет, естественно, мешочек, в который можно эту капсулу носить. Смотрится очень неплохо, ребят, только я пока не могу врубиться, как эта штука включается. Или она включается только от кабеля, то есть, ну, работает чисто с прямым питанием, и нету внутри там аккумулятора, что, скорее всего, так и есть, потому что никакой кнопочки я не обнаружил. Кстати, руки у меня что-то посохли. Крем они прислали мне из Китая. Да, то есть, вы поняли? Работает чисто от Type-C, то есть, отсоединили. Здесь, кстати, есть переходник, можно и micro-USB. То есть, там есть переходник. Так, ребята, ну что? Есть у меня вот здесь, да? То есть, видно? Я не знаю, ребят, наверное, не видно, да? Ну, короче, здесь есть прозрачные белые волосы. Так, и мы сейчас поелозим. О! Слушайте, сбривает. Реально сбривает. Ребята, я брею руку. Я сейчас в прямом эфире руку побрил. А потом вы вот так это дело снимаете, и можно все это вытрусить отсюда. Блин, ну здесь не видно, потому что, ребят, у меня блондинистые волосики, да, на руках. Но, в целом, это очень забавная вещь, и действительно, она мне здесь руку чуть-чуть подбрила. Может быть, где-то получится даже на лице побриться такой бритвой где-то в дороге. Она супер маленькая, супер легко взять с собой. Если у вас маленькие где-то волоски растут, за которыми нужен глаз да глаз, да, то, пожалуйста, в принципе, можете рассмотреть такой вариант к покупке. Слушайте, конечно, в этой посылке много полезностей, которые я оставлю себе, скорее всего. Но есть товары, которые мне не пригодятся, скорее всего. И это пойдет в букстор. Букстор это такая мини-страничка-магазинчик, где мы пристраиваем товары после обзора. Ох, уже заговариваюсь. После обзоров, ребята, с доставкой только по Украине, да. Потому что, ну, в России просто дорого и не имеет смысла что-то отправлять. Вот, поэтому, если вам что-то понравилось с видоса, возможно, это будет в буксторе. Может быть, не сразу после видео, но будет. Так, опять же, здесь всякие китайские вкусняшки. Я реально это все оставляю для теста, инстаграм-теста. Потому что видос реально будет и так очень длинный. Допустим, вот китайские макарунчики, китайские орл здесь очень много. Это все туда мы оставляем. Может, что-то крупное я и в этом видосе пробую, а более мелкое, то я не пробую. Так, в этой маленькой коробочке лежит еще одна посылка, ребята. И такое ощущение, что это просто бонус. Такое ощущение, что это просто бонус, потому что эта штука похожа на маленький мини-ночничок китайский. Но здесь одна есть проблемка. Да, это просто, скорее всего, какой-то мини-ночничок. Здесь нужен переходник. Давайте, короче, я сейчас найду переходник, и мы с вами поймем, что это такое. Но похоже просто на ночничок. Я так думаю, по крайней мере. А там, может быть, какой-то супер-смарт-доровой предмет. Сейчас узнаем. Так, ребятки, насчет вот этой штуки. Это смарт-хаб для умного дома, который позволит вам соединить там термометры и все остальное. Все, что касается, кстати, Xiaomi. То есть там на коробочке написано, что он работает с мидиа, да? Мидиа, вот это там, мидиа, 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 мидиа. Работает, вот. То есть это никакая не зарядка, ничего. Это смарт-хаб для умного дома. Так, ребята, ну а здесь полный короб всяких вкуснях, которые мы тоже затестим в Инстаграме. Ну, очень-очень их много, очень, понимаете? Здесь всякие, ну, блин. Я буду про... И посмотрите, что продавец бонусом положил. Это знаете, на кого сработает? А я вам сейчас покажу, на кого. Поняли, ребята? Это призыв дьявола. Так, и здесь среди китайских бонусов отвертка, наверное, с другого какого-то набора затесалась. И какая-то трубка. Это, возможно, кстати, от вот той штуковины, да, которая водичку отсасывает. Ну, как вы поняли. Откладываю эту коробочку китайскую для Инстаграма. Так что, ребят, в десятый раз уже сказал, подписывайтесь, а? Там тоже весело. Маленький подарочек, ребята, опять для меня. Вот этот китайский очень постарался. Ну, что это? Это же красивый бантик. Можно было сделать и покрасивее. Ну, ладно, нам бантик не важен на самом деле. Нам важен товар, ребята. Давайте посмотрим, что же в этой плотной картоновой коробочке, ребята. Очень милая музыкальная шкатулка. Деревянная. Посмотрите, это настоящее дерево. Открываете, здесь видно еще, как работает механизм. Конечно, это можно было сделать не из пластика, а все-таки из стекла. Было бы еще прикольнее. И, в общем-то, давайте заведем и послушаем. Тихо, тихо, не урчи. Почему всегда одна мелодия, кстати, в этих шкатулках? Ну, всегда. А ну, откройся. Знаете, как это работает, да? Видите, вот эти щеточки, они дергаются там за кубик. Блин, вот видите, она отзеркаливает. Не могу вам нормально показать. Поняли, да, как это работает? Оно щипает, барабанчик. Так, давайте немножко ускорим полчаса. Оно не дает ускорить. Оно не дает ускорить. Теперь оно будет играть вечно. Теперь оно будет играть вечно. Спринятать надо. Надо подержать спринятать эту яблевскую машинку. Все, лед, звук я уже подъехал. Пока несу, я сейчас его встушку, ребята. Ты посмотри на нее, гадость какая. Стороночку, ребят, я думаю. Слышно, нет? Не слышно практически. Давайте смотреть, что у нас дальше. Она все равно скоро закончит выйти. Уже закончила. Так, ребят, следующая посылочка тоже в милой. Блокитной коробочке, такой бирюзовой какой-то. Давайте смотреть, что у нас внутри. О-хо-хо! Это, ребята, прямо серьезная вещь для офисного работника. Во-первых, во-вторых. А в-третьих, короче, здесь у нас суперкомплект с подогревом для чашки. Слушайте, прямо эта вещь работает от розетки. И греет, видимо, смачно очень она чашку. Так, не могу достать эту. Очень хорошо, кстати, запаковано, да? Вот, посмотрите, сдалека из Китая. И все прекрасно запаковано. Это очень мощная какая-то штуковина. Слушайте, честно, это прямо как мини-плитка. Ребята, это прямо мини-плитка для чашки. Мне кажется, что это будет очень горячо. Интересно, а закипит ли в ней вода? Может быть, это прямо, чтобы можно было закипить? Закипить. Закипятить. Давайте, короче, это проверим. А так, ребятки, ну что, продолжаем тест. Рабочая обстановка офисная, кстати, обстановка. И как раз мы тестируем вот эту штуковину. Во-первых, заметил, что здесь, видите, металлическое дно. Видите, вот оно, металлическое дно. Так, здесь тоже у меня что-то заминированный тапок. Что с ним, как живет? Это очень интересный контент. Короче, и, кстати, не пригодился переходник, да? Потому что сяомишный удлинитель можно бэхнуть, короче, туда. Ну что, смотрите, что я заметил. Во-первых, опа, автоматически сразу включается, загорается. Рукой как бы нельзя выключить кнопки, я здесь не вижу, по крайней мере, сейчас. И вот как бы я поставил, и давайте засечем время, посмотрим вообще, закипит или нет, и сколько времени для этого потребуется. То есть вот я поставил, запускаю секундомер. Вообще, как бы, по идее, это классная вещь. То есть, если у вас казенное электричество, вы работаете где-то в офисе, у вас там лежит в ящике вода, и вам не нужно бегать. Вы себе чайок можете прям здесь фигачить, да? Ни к кулеру, никуда бежать не нужно. Ну, в общем, ребята, как только закипит, я думаю, что закипит. Потому что 220, потому что здесь прям всё металлическое дно. Я вам покажу, за сколько это произошло. Короче, ребята, прошло 5 минут, и это развод какой-то полнейший, пожалуйста. 20 градусов, то есть, ну, почему? Я вам сейчас объясню, почему это какая-то дичь. Блин, ну зачем ей питание такое 220? Во-первых, я думал, что здесь металл, да, для того, чтобы... Ну, как вам показать? Ну, вы поняли, металлическое дно, я думал, что здесь какая-то индукционная мини-печечка. Поняли, что я подумал? Вы поняли, что я понял, что я понял, что я подумал. Потом такой снял, думаю, блин, она хотя бы горячая. Смотрю, вообще 5 минут прошло, вы уже видели, да, на таймере вообще. Такую нажимаю. А, понятно, короче, здесь вот такая кнопочка, которая просто нажимается, да. То есть, здесь неважно, какое дно, можно хоть керамическую чашку поставить. Никакой кнопки здесь нету. То есть, просто под весом она ставится и только сохраняет тепло, помогает чуть-чуть сохранить чай. Нагреть она вам его не нагреет. Вот, вот для этого и делаю тесты, чтобы понять, что это какая-то дичь получается. Смысла нет. Ух, ребятки, видос реально получается долгий. Мне кажется, никто за один раз этот видос не осилит. Потому что, ну, это реально как-то очень мощно. Не знаю даже, напишите в комментах, нравятся вам такие видосы длинные или нет. А я тем временем следующую посылочку достаю, ребята. И это вот такой проекционный экран-будильничек для вашего, для вашего стола, да. То есть, вы берете вот так все эти пленочки вонючие, китайские. Сдирайте они нам вообще не надо полностью. Включаем. И давайте тогда позырим, как это работает. Наверное, лучше это сделать в темноте. А, ребята, здесь можно будет что-то написать. Типа ты, вонючий писюнь, просыпайся или что-нибудь такое. Сейчас нужно найти, а, и батарейки есть в комплекте. Да, ничего не нужно будет искать. Я думал, сейчас еще придется мне искать батарейки. Потому что они у меня все где-то пристроены, где-то заняты. Ребята, прикиньте, китайцы даже батарейки в комплект положили. Интересно, они щелочные или самые-самые дешевые соляные, которым жопа через там два дня будет. Так, ну что, вы видите, да? Вот ничего не видно, видно только время. Я так рисую. Так, раз, два. Это я птичку нарисовал. Так, получается, я птичку нарисовал. Так, а как включить? Ага, вот получается, это просто можно на нем нарисовать. А что толку? Оно подсвечивается как-то или нет? Я не могу рубиться. А ну-ка. Не, оно должно по-любому. Да! Ух ты, ле, какая! Ле, какая птичка объемная! Посмотрите, ребята! Ну, я сейчас еще котика рядом нарисую. То есть, получается, когда ты проснешься, на тебя будет смотреть птичка и котик. Вот, пожалуйста, ребята. А давайте в темноте, давайте, ребята, в темноте посмотрим. Давайте глянем в темноте, сейчас я выключу. Вот она, ребята, какая красота! Посмотрите, ребята! Посмотрите, какая красота! Посмотрите! Вот здесь, наверное, на камере лучше видно, да? Ух ты! Вот это да! Вот это можно приятный рисунок нарисовать своей любимой жене. Она проснется, увидит котика и птичку. Все, с ума сошел окончательно. И так мило, что продавец перед отправкой протестировал этот маркер. Да, то есть, здесь что-то понамалевал. Ну, вообще, вещь забавная. На самом деле, вещь прикольная и забавная. Мне понравилось. Так, поехали дальше. Здесь осталось не так много. И здесь у нас целое. Целый пакован китайских Орао. Честно. Я не знаю, отличается ли китайское Орао чем-то от нашего. В принципе, мне кажется, что нет. Хотя рисуночек забавный. Смотрите. Орао купается в ванночке. Ну, давайте я одну штучку попробую. Просто, чтобы понять. Вообще, сходу, сразу, чем-то. Так, кстати, еще не в таком ужасном виде они пришли, да? То есть, они еще более-менее живые. А ну-ка. Ничем не отличаются. Кстати, здесь на каждой Орао какой-то свой милый, забавный рисунок. То есть, здесь робот, там, ванна или еще что-то. Но по вкусу они, кстати, ничем не отличаются. Я думал, будут отличаться китайские Орао. Они не отличаются. Вот яйца китайские от наших курочек отличаются. Следующая упаковочка, пока я прожевываю Орао. Здесь очень мило все, ребята. Очень милый мишка. Мишка-плутишка, милая мартышка. Открываем, смотрим, ребята. Что это у нас такое? За красота такая. А это тоже, ребяточки, у нас пауэр-баночка. Это просто, как у нас было авокадо, да? Только это вот такой милейший мишка. И здесь у нас, почему-то я емкость не вижу, чтобы была написана. Может быть, написано на коробочке. 5000 мАч. И обратите внимание, там есть и свинки, и еще всякое такое. То есть смотрится на самом деле мило. И опять же, оно какое-то чиметаллическое или что. Оно прямо холодит руку, когда ты его здесь берешь. Ладно. Кладем мишку в его маленький гробик. Вот это мишкин гробик. Он здесь лежит. Маленький розовый гробик. Кстати, здесь даже в комплекте есть чехольчик, да? То есть потому что, ну, баночка действительно красивая. И затаскать ее можно быстро. А если положить чехольчик, во-первых, она вам ничего в сумке не повредит, там колыхаясь, катаясь. А во-вторых, это будет все-таки больше выживания. Больше времени выживания этого товара. Следующий товар, ребяточки, достаем. И эту вещь заказывал целенаправленно. Целенаправленно. Это просто монопод от Xiaomi. Монопод, мини-штатив и все такое. Потому что, ну, мне не очень все-таки нравятся вот китайские варианты, которые ко мне приходили. Я все-таки Xiaomi-шкам доверяю чуть-чуть больше. Ох, ну сразу чувствуется совершенно другой ход. Вот реально. Так, опачки. Ох ты, он высокий. Это хорошо. Ножки. Ну, естественно, никакой суперустойчивости от такой штуковины. Ожидать не стоит. Но, в принципе, мне нравится, как работает вот эта штука. Она достаточно жестко закрепляется. А ну-ка, перевернется ли, если я запхну свой телефон вот под таким углом? Слушайте, ну, практически держится. Практически держится. Естественно, это можно использовать как монопод, да? И фоткать себя, потому что здесь есть кнопочка для фотографий. Ну, честно хочу вам сказать, я, ну, я не прямо в восторге на ощупь от качества этой штуковины. У меня есть другая китайская штуковина, да? Но она подороже, если честно. Она за 25 баксов. С учетом того, что Xiaomi-шка эта стоит 10, там, плюс доставка, она не очень тяжелая, то это прямо-таки неплохо и очень стильно, кстати. И не тяжеленькая. Удобно будет брать с собой. Хорошая вещь, кстати, хорошая. Я еще сравню с тем китайским мини-штативчиком, который у меня лежит, и решу, какую себе лучше оставить. Следующее, что мне попадается в руки, это какая-то флай новая. Мне кажется, что это уже какие-то бонусные товары, ребята, пошли. Потому что вряд ли эта штуковина может стоить дорого, если честно. И это похоже просто на USB-вентилятор, знаете, да? Который вы вот таким образом подключаете к вашему компьютеру, да? То есть, смотрите, просто штука, здесь вообще ничего нет. Это 99,9, что бонусом какой-то китаец положил, потому что, типа, ну... А, нет, подождите, а вот светодиоды пошли, то есть есть какой-то внутренний аккумулятор? А крутиться ты будешь или нет? Зараза такая прикаблучная, а ну-ка. Может, мощи не хватает, может, разрядилась, зараза. А ну-ка, тварюка. Слушайте, как это работает, тварюка? А подождите, это не просто так. Не работает. А, вот так, типа, нужно нажать или что сделать? Не могу врубиться, ребята. Не могу понять. 20-40 градусов что-то наклонить, и она будет тебе свистеть. Или что это такое вообще? Китайцы, вы что? Вы что напридумали? Не, ребята, подождите, это какая-то крутая юла штуковина. Сейчас мы с нею разберемся. Фух, ребятки, даже мне пришлось сделать перерыв и покушать, а потом вернуться к вам. Потому что, ребят, я, честно, не знаю, как вы вытягиваете такой видос длинный смотреть. Но зато сразу же я стал бодрячком, ребята, и понял, как эта штуковина работает. Я прямо сейчас вам покажу. Ух, меня вперед. Опа, пошло добро. Кстати, интересно, она взлетать должна или нет? Боже, ты мой, посмотрите, как шпарит. Ля на нее, тварь какая. И разные, слушайте, а вентилятор-то какой. Это какой-то спиннер нового поколения. Я не знаю, как она выключается, я ее выключаю так. И мне интересно, она, походу, может взлететь. То есть здесь есть, типа, надпись где-то ап, а где даун, да? Ну, кто даун, я там. Ап, то есть это верх как бы, да? Ну, я не знаю, давайте попробуем. Может, она реально взлетит? А ну-ка. Ааа! Это шаровая молния! Шаровая молния, ребята, это шаровая молния получается, смотрите. Пошло добро. А можно ее на одном пальчике, интересно? А ну-ка вот так ее поднять. А ну-ка, смотрите, ребята. Тихо, 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 не урчи. Слушайте, получается, это очень такая забавная юла. А ну-ка, а если в нее что врежется? Да ничего не происходит. Это вообще безопасная вещь. Вообще безопасная вещь. А если ее на голову поставить, она будет на голове крутиться? А ну-ка. Тихо, тихо, солнышко, не урчи. Короче, вещь забавная, как вы уже поняли из моего обзора. Не, ну реально она, кстати, прикольная. Типа ее такой, оп, запустил. Б**, себе ее притянуло прямо. Слушайте, а если развернуть, то она должна полететь. Она, кстати, бесится там сейчас на полу. Короче, ребята, это очень необычная штуковина. Мне такая понравилась. Это спиннер. Это, получается, спиннер нового поколения. Это спиннер вашей будущей судьбы. Так, следующая посылка, ребята. И это, как я понимаю, батарейках... На солнечных батарейках машинка, которую можно собрать самому. От 8 плюс лет. Честно, а, что я хотел? Букреев, Букреев, ты хотел сейчас отмазаться. Ты хотел, солнышко, отмазаться и не собирать данную машинку, потому что нету солнышка. Ну, на самом деле, дурачок, подсветишь фонариком. Не надо. Не надо здесь выделываться. Но, на самом деле, этот наборчик одноразовый. Это такой кип-набор. Я даже не знаю. Вот я, понимаете, я же как бы соберу. И что? И что? И что, я буду баловаться? Я не буду баловаться, ребята. Я даже не знаю. Ребят, если хотите, если вы реально хотите, вы пишите в комментах, чтобы я собрал эту тачку, да. Я ее соберу в инстаграме. Если вам не особо это нужно, тогда я не буду собирать, потому что и видос длинный. И я не уверен, что потом буду играться, а потом собранное уже никому другому не будет интересно. В общем, жду ваше мнение в комментах. Но, в целом, как бы, вещь забавная. Посмотрите, от 8 плюс лет такой конструктор. Ты собираешь тачку, которая работает от солнечных батарей и катится сама себе. Здесь есть, естественно, мануал. Конечно же, он на китайском, но он в рисунках, да. То есть, я не думаю, что здесь, если вы китайский не знаете, вам будет сложно, потому что здесь все четко нарисовано. Короче, все зависит от вас, ребята. Жду какого-то в комментариях. Если много будет сообщений, то в инстаграме соберу. Слушайте, здесь, на самом деле, огромное количество вот таких пакетов. То есть, для многих посылок предназначены были пакеты. И эти пакеты, это очень хорошая штука. Почему? Потому что всегда, вот смотрите, даже открытка есть. Всегда, когда мы идем в гости или еще кому-нибудь на день рождения, всегда не могу найти нормальный пакет, чтобы запхнуть туда какой-либо подарочек. Понимаете? Поэтому эти пакетики мне тоже останутся. Я ими действительно буду пользоваться. Их очень много. И там они еще есть. Просто, видимо, ну, китайцы как бы в комплекте кладут, понимая, что вы кому-то это, возможно, будете дарить. Я не знаю. А если ты это для себя купил, то это просто тебе милый пакетик, чтобы тебе было приятно душу твою погреть. Опа! Вот оно! Вот оно, ребята! Но я языком не буду дотрагиваться. Я вас сразу предупреждаю. Слушайте, эта вещь классная. Эта вещь действительно классная. Но ее нужно использовать, конечно же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, а чем до нее таким дотронуться, чтобы она сваркнула так хорошенько? Но меня только мне штримбануло. Вот реально, чем? Короче, это на самом деле вещь крутая. Это тупо уничтожитель мух, понимаете? То есть, если сюда попадает какая-то мушка, вот туда вовнутрь, да, то ее больше не будет никогда. Она умрет просто, понимаете? Она жестоко... Она очень сильно умрет. Ну, у меня, кстати, лежит еще очень классная мухобойка. Мы дождемся, давайте, лето. Не знаю, может быть, эту тоже оставить до лета, чтобы ее затестить. Именно просто, ну, на практике, а не просто себя по голове ударить и потом плакать. И понять, как эта штуковина работает именно в практическом ее прямом предназначении, а не просто так. Кстати, смотрите, здесь типа какой-то аккумулятор прям или что, да? Прям заклеенный такой китайской пломбой. Но, походу, его можно поменять. Интересно будет затестить, но, ребята, это летом. Действительно, летом. Потому что, ну что, я сейчас персика буду гонять этой метлой бить? Ну, это же не то пальто. Так, ребят, я нашел кучу еще батареек, пожалуйста. В комплектах, да, к чему-то там шли еще батарейки. Возможно, к квадрокоптеру, к машинке или к чему-то. Это круто. Китайцы часто кладут батарейки в комплект, но они так валяются в этой коробке, непонятно, к чему они. И здесь уже вот не так много осталось вещиц. Давайте, ребята, уже посмотрим наши остатки. Что, к чему и зачем. Так, это у нас, походу, будет измеритель увлажнения, температуры и всего-всего остального в вашем доме. Но почему-то мне так кажется, потому что... Ага, нет, это хаб. Понятно, короче, ребята, что... Какой увлажнитель, какой... С чего я это взял? Короче, ребята, это просто мини-хаб такой, который вашу розетку превратит в два USB разъема для зарядки, всего такого. Но с китайским стекером. Но, опять же, эти переходнички, они стоят копейки. И на Алиэкспресс, и где угодно. Ну, их просто много везде или в любом торговом центре они продаются. Но мне кажется, что это тоже штуковина, просто бонус, потому что 10 долларов она стоить не может. Это, скорее всего, к чему-то бонусам китайцы положили. Так, идем дальше. Здесь какой-то очень серьезный пидоруночек. Посмотрите, как он запакован. Здесь, наверное, ожерелье дриады, да, гемоглобиновое счастье, понимаете? Что это? Gift for you, посмотрите. Ну, Китай, я в шоке, честно. Я вот сегодня получил огромное количество просто подарков от китайцев, потому что, ну, они так мило каждую эту штуковину запаковывают. Почему в Алиэкспресс так никто не запаковывает? Правда, что они что, не любят нас? Да, для нас можно не запаковывать, а для китайцев запаковывать. Polar Pen. Что это значит? Я нарезаю... Ух ты, ё***, налево. Та вы шо? Понятно. Короче, это такая тоже магнитная игрулька. Ух ты, ё***. Вообще, что угодно из нее можно сделать, поняли? Это типа как бы в форме ручки, почему привязана именно к ручке, да? То есть, поняли? Типа, как будто это ручка. К ней можно типа сделать ножки, ручки здесь и чего угодно с кучей... А, здесь можно вставить стержень, кстати. Да, здесь есть стержень в комплекте. Можно вставить стержень. А в чем тогда прикол? Я вот честно, ребята, не особо понимаю. Посмотрите, здесь очень разные какие-то фигурки нарисованы, которые можно собрать из этого магнитного изделия. Ну да, ну просто как неокуб, как все остальное, да? Но это при этом еще можно... Но это при этом отлично просто. Букреева пошел разговор. Но можно еще использовать как ручку. И завернули еще как подарок. Слушайте, это вообще сегодняшний видос, это прям, мне кажется, кладезь какого-то китайского трэша. Давно такого не было. Вот сейчас распаковки такие однообразные, знаете, то и то же видели, то видели. Ну уже, знаете, мне самому надоедает иногда. А вот эта распаковочка прям реально радует. Потому что это какой-то такой трешняк, что это за собаку какую-то можно из этого сделать. Что это вообще такое? Так, следующий девайс. У нас, кстати, один из минусов заказа вот такого на Taobao, что, скорее всего, все приходит как бы китайских таких версий. И нужно понимать, что ты заказываешь и как ты с этим будешь работать. Потому что, ну, короче, если ты не знаешь, как это работает, то у тебя будет китайская инструкция. И чтобы ее понять, можешь только понять по картинкам. А что же это за штуковина? Вот я просто реально позабывал все, что когда-то заказывал. И теперь в процессе пытаюсь вспомнить. Так, здесь тоже есть батареечка в комплекте. Блин, это очень мило. Честно, на самом деле это очень мило. Это вообще, честно, как лазерная какая-то указка. Ну, ребята, мы сейчас с вами это дело поймем. Потому что по инструкции непонятно. Вот так выглядит, да? Какой-то как указка, действительно. Сейчас мы разберемся. Главное, в камеру не засветить. Потому что это может быть действительно проблемой. Так, да, ребята, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, я показываю вам на руке, да? То есть, видите, красная фигня. Это лазерная указка. Потому что в камеру, если в объектив засветишь, то будет база. А что у нас здесь получается? Что это за увеличение или что это? Здесь какой-то режим. То есть, я просто, ребят, проверяю на двери, извините. Я не понимаю, на что влияют вот эти две клавиши. Я их нажимаю, и ничего совершенно не происходит. Честно, на самом деле, очень стильная красная указка. Я имею в виду стильная, то, что это не просто как лазер в детстве. Знаете, что мы котов гоняли. А указочка прям с чехольчиком. Прям с батареечкой. Прям вот что-то, честно. Это как будто какой-то фирменный китайский товар. Типа не Xiaomi, но Xiaomi для китайцев. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Кстати, по инструкции действительно непонятно, что это лазерная указка. Ну, инструкция, зачем она здесь нужна, собственно. Ну что, получается, это последний товар на сегодня. Боже ты мой. Господи, ребята, мы с вами выжили. О, а есть, а вот честно, реально, есть люди, которые от начала до конца досмотрели? Ребят, ну честно, напишите откровенно. Сколько вам нужно времени? Опять же, эти часы, это, скорее всего, подарок. Потому что это самые-самые дешевые часы. Я не думаю, что они могут стоить дорого. Такой не самый классный конец, конечно. Я по коробочке думал, что здесь будет сейчас что-то невероятное. Но я думаю, что это какой-то китайский продавец подарил. Потому что, если это продают за 10 долларов, то, извините меня, я чичи и персик вместе взятый. Ух, ребяточки, выдыхаем. Я вам хочу сказать огромное спасибо, что вы посмотрели. Я думаю, что нету такого человека, который реально посмотрел этот видос и лайк не поставил. Поэтому даже напоминать не буду. Я вам хочу напомнить только за колокол, чтобы вы не пропускали новые видосы. Хочу напомнить вам, что все ссылочки на все товары в описании, это все товары напрямую из Китая. Тупо именно поездом, чем самолетом ко мне пролетило. Это товары, которые китайцы продают китайцам. Это Miss China, Miss China Shop. Ссылочки на них тоже под видео. Это реально хороший сервис, я лично пользуюсь. Смело можете с ним работать. И у меня, опять же, я уже поговорил, что в подсказках была по нему инструкция. Спасибо, что досмотрели этот видос до конца. Кнопка для подписки на экране. И, кстати, прошлая огромная распаковка, где тоже было очень смешно. Можете ее посмотреть, если вам эта распаковка зашла. Тоже на экране, ребяточки. До новых встреч!